Из ветхого жилья в новый дом. Почти 200 семей жителей Медведевского района в этом году получат новые квартиры в рамках программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. В районе до конца года планируют расселить 49 ветхих домов. На реализацию данной программы было потрачено более 237 миллионов рублей из средств фонда содействия реформирования ЖКХ, бюджета Республики Мариел и бюджета Медведевского района. Для переселения уже построены дома в поселках Медведево, Силикатный, Дорожный и Знаменский. Завершается строительство многоквартирного дома в Руэме. Таким образом, в этом году в новое жилье переедут более 550 человек. Своё отношение к той активной реализации важной социальной программы жители Медведевского района выразили на прошедшем районном центре митинга, на который медведевцы шли с удовольствием и словами благодарности. Я решила инициировать этот митинг для того, чтобы привлечь внимание общественности на ту работу, на те проекты, которые реализует Российская Федерация, Республика Мариел. Вот этот проект поддержки жителей, которые живут в бараках и переселяются в хорошее новое жилье, чтобы привлечь внимание общественности, чтобы выразить слова благодарности и муниципальной власти, и республиканской, и федеральной. Мы очень ждали давно, когда бараки наши расселят. Но мы никогда не думали, что появится вот такая программа аварийное жилье, и что нас когда-то переселят, что вот бесплатно, что хоть наши дети поживут в благоустроенных квартирах. Напомню, что общероссийская программа по переселению граждан из аварийных домов реализуется с 2008 года. Темпы роста объемов строительства и ремонта жилья для ее осуществления постоянно увеличиваются. Согласно планам, к сентябрю 2017 года жители всех ветхих домов, признанных изношенными до января 2012-го, будут расселены. Частное издательство Телерадио выпустило в свет подарочное издание стихотворений Леонида Маркелова «Надеюсь, образом чудесным». Альбом иллюстрирован работами фотохудожников Валерия Кузьминых и Петра Васильева. Заявки на приобретение книг принимаются по телефону 42 28 28. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова